Меня очень часто спрашивают, как мне улучшить свои навыки рисования. Я смотрю портфолио этих ребят и в большинстве случаев отвечаю одно и то же. Больше рисуйте с натуры. Цифровое рисование занятие не из простых. Его не освоить сходу, но оно того стоит. И поэтому типичная ошибка художников в их нетерпеливости. Вы так торопитесь рисовать драконов и космодесантников, что слишком рано приступаете к освоению цифрового рисования. Но стоит помнить, что цифровое рисование глубоко корнями уходит в традиционную живопись. Поэтому если вы недовольны собственными результатами, то вам нужно выкроить время для того, чтобы попрактиковаться в традиционном рисовании. Неправильно изображенные перспективы – это одна из наиболее распространенных ошибок начинающих художников. Плюс плохая перспектива – самый верный способ загубить рисунок. Поэтому давайте я покажу вам несложное упражнение, которое поможет вам в изображении перспективы. Вам понадобится лишь блудисток бумаги и небольшая коробка. И вам нужно будет нарисовать эти объекты, используя в работе лишь линии. Дополнительное задание – установить освещение и нарисовать тень от коробки. Тень тоже можно представить как форму. Это упражнение, оно обманчиво простое. Вроде бы нет ничего сложного, нужно лишь точно передать углы и пространственные взаимоотношения между объектами. Посмотрите на стрелки, которые я добавил к рисункам. Видите, как линии коробки на рисунке слева создают прямые и параллельные углы с краями бумажного листа. То есть в итоге вы рисуете не просто объекты, а бесконечно прямые, исчезающие вдали пространства. Но вот на правом рисунке коробка находится под углом к листу бумаги. Тут вы видите иные пространственные связи между бумагой и коробкой. Именно на таких связях вам и нужно сконцентрироваться. Ваша цель не в том, чтобы нарисовать красивый рисунок, а в том, чтобы ваш глаз научился различать нетипичные пространственные связи между объектами. Рисование бумаги и коробок – процесс не особо вдохновляющий. Но основополагающие упражнения типа этого помогают добиться прогресса в цифровом рисовании. И если вы делаете это упражнение в первый раз, то я советую вам не пользоваться компьютером на первых порах. Возьмите в руки карандаш и ластик. Компьютер может помочь в создании отличных рисунков, но иногда его лучше исключить из рабочего процесса. Если у вас проблемы с перспективой и с фотошопом, то это задание будет крайне нудным и мучительным. Вместо этого на первых порах 5 или 10 набросков сделайте по старинке, а затем попробуйте повторить упражнение в фотошопе. Если вы знаете еще какие-нибудь подобные упражнения, которые можно сделать без специальной подготовки и спецсредств, то напишите о них в комментариях. Спасибо за внимание.